Ярослав Бушмитский, мемуарист. 1937 Сталина. Каким был 1937 год для советского народа? В современном восприятии это год большого террора и репрессий, но каким остался он в памяти людей? Историк Ярослав Бушмитский, известный как блогер-мемуарист, на основе советских и иностранных публикаций, доказывает, что для современников 1937 год стал расцветом молодой советской страны и годом великих достижений – культурных, научных и промышленных. Книга 1937 Сталина. О том, чем на самом деле жила страна в этот переломный для страны советов год. Предисловие мемуариста. Самый оболганный год Сталина. Скажешь 1937 и сразу эхом репрессии, расстрельные списки и прочие ужасы. Большую историческую ложь про Сталина трудно представить. Ведь это год высших достижений советской власти, могучего подъема советской промышленности, науки и культуры. Доказывать тут просто нечего, достаточно честно рассказать о событиях 1937 года. Да там каждое второе вызывало восхищение и трепет всего мира. Не знал мир таких рекордов – от полярных исследований до перелетов через половину шарика. Да и продукция молодой советской страны, которая едва стукнула 20 лет, собрала полную охапку наград на международные выставки в Париже. Я уж молчу, что СССР за две пятилетки вышел на первое место в Европе по промышленности и стремительно догонял США. Еще десяток лет и страну ждал небывалый расцвет. Сталинская модель экономики оказалась фантастически эффективной. Но западный капитал такой роскоши не позволил. Грянуло. Хочется просто рассказать про этот год, каким он был. Обложился подшивками старых журналов и газет за 1937 год. Оказалось, советских людей волновали совсем другие вопросы. Вот что удалось набрать из материалов. В первую голову – полные подшивки правды и известий. Затем журналы «Огонек», «Смена», «Наука и жизнь», «Техника молодежи» и «Знание, сила». Нашел даже «Мурзилку», «Пионерскую правду» и «Крокодил». Кстати, поразительно, но и «Мурзилка», и «Пионерская правда» в тот год – вполне серьезное издание. Пусть и на детском уровне, но обсуждаются и борьба в Испании, и наши стройки, и могучие советские проекты. Отдельная история – две большие книги про этот год от иностранцев. О том, что происходило в стране, много написали американский посол Дэвис и мировой славы писатель Леон Фихтвангер. И опять не про репрессии. Материалов на три диссертации, но удивительно, введите в поиски этот год. И первые три десятка статей и видео окажутся только про мнимые преступления злодея Сталина. Как будто не было великих достижений страны Советов. Через 30 лет на советском телевидении сделают фильм «Летопись полувека». Этому году будет посвящен почти час с довольно любопытной кинохроникой. А еще через 10 лет выйдет похожий проект «Наша биография». И снова часовой фильм о свершениях этого года. Впрочем, даже в 70-е фильм не обошелся без уколов в сторону Сталина и отсылок к 20-му съезду. Кроме этих раритетных фильмов, все остальное как по единому сценарию писано. Давайте широким мазком хвостами комет перечислим, что произошло в этот год. Год юбилейный, 20 лет революции. В стране могучий промышленный подъем. Построены десятки тысяч новых заводов, десятки новых городов. Десятки миллионов закончили школы и институты. Впервые за всю историю в стране не осталось неграмотных. Сталин вводит именно в этот год обязательную школу-семилетку. До того было только 4 класса. В этот год появляется советский герб. Над Кремлем зажигаются рубиновые звезды. Впервые вводят пенсии по возрасту. Впервые проходят выборы в Верховный Совет. Причем в депутатах самые простые люди. Рабочие, ученые, колхозники. В Москву приходит Волга. Закончен канал имени Москвы. Это могучий поток грузов через всю страну. Выходит на рельсы совершенно космический провоз Иосиф Сталин, который может гонять составы со скоростью в 175 км в час. Выпускаются первые советские дизельные и гусеничные трактора. Со стапелей сходит первый полностью советской постройки ледокол Сталин. Это только начало целой серии таких могучих ледоколов. Наши спортсмены выигрывают рабочую Олимпиаду в Антверпене. Проходит знаменитое турне футбольной сборной Басконии. Наши пианисты забирают первые призы международного конкурса Шопена. МХАТ с триумфом выступает в Париже. Первый концерт дает знаменитый балет Игоря Моисеева. Больше того, 1937 год столетия гибели Пушкина. По всей стране идут оперы, балеты, чтения в честь поэта. Советский павильон в Париже с гигантской статуей рабочей и колхозницей на крыше берет первый приз. Наши герои буквально грозят мрачному германскому орлу на павильоне напротив. Наши ученые впервые в мире создают дрейфующую станцию на полюсе. Подвиг Папанина и товарищей высоко оценен полярными исследователями всего мира. В этот же год начинается героический ледовый дрейф Седова. Впервые в мире Чкалов долетает через Северный полюс до США. И тут же второй экипаж повторяет подвиг летчиков. Американские города рукоплещут нашим героям. В этот же год рекорды советских дирижаблей. Самый длительный полет 130 часов. Первый женский экипаж. Это вообще год всего первого в мире. Впервые в Шабловке заработала передача телевидения. Впервые открывается регулярная авиалиния Москва-Ленинград. Впервые в Смольном появляется автомат с газировкой. Впервые разворачивается сеть производства вкуснейшего советского мороженого. В Ленинграде именно в этот год в Царском дворце открывается невиданный в мире дворец пионеров. С аэродинамической трубой, бассейнами для испытания кораблей и даже собственной киностудией. В этот год запускается масштабный план перестройки столицы. Больше 50 высотных домов вообще переехали целиком, чтобы дать пространство широким проспектам нового города. Именно в этот год строится будущее ВДНХ. На улицах впервые появляются люминесцентные лампы. Впервые автомат с записью на магнитных барабанах стал называть по телефону точное время. Выходят замечательные кинокартины. Это год Пугачева и Петра I. Год великого гражданина и острова сокровищ. В этот же год молодой Черкасов блистательно играет профессора в депутате Балтики. Это год триумфа и советской науки. В Москве проходит Международный геологический конгресс. Все передовые страны мира у нас в гостях. У нас выступает с лекциями об атоме Нильсбор. Капица открывает уникальный физический институт. Проводятся первые в мире опыты по расщеплению атома с сильным магнитным полем. Создается передовая установка получения жидких газов. Начинаются исследования сверхтекучести. 1937 год фантастических побед по всем фронтам. От культурных до научных и промышленных. Год удивительного энтузиазма масс и веры в свою страну. Год покорения суровой природы и ее перестройки. В этот же год принимается программа третьей пятилетки. Если бы нам дали ее выполнить, страна достигла бы фантастических высот. Году к 50-му вполне элементы настоящего коммунизма появились бы. Но уже в этот год обострился фашистский мятеж в Испании, а нас следующий японец полез воевать в Маньчжурию. Потом Хасан, Халхенгол, немцы в Польше и вплоть до мировой. Что же до репрессий, были чистки предателей и врагов советского строя, врагов всего нашего народа. Наверняка зацепило и людей не сильно причастных, по-другому не бывает. Но страна жила вовсе не этим. 1937 год фантастического подъема. Год истинного торжества народной власти. Год, на удивление, светлый и радостный. Это в каждой букве старых публикаций гремит. Именно об этом наша с вами книга. Как на самом деле жили люди тогда, к чему стремились, за что сражались. И чего достигли. Вполне документально, по материалам газет и журналов. И немного собственными глазами так уж вышло. Приятного чтения. Летим на могучий завод 1937 года. Что это? Советский завод, дававший стали больше целой Германии и Франции. А как же только галоши? Невиданные в мире феррасплавы. Завод без единой чадящей трубы. Да ладно, сказки. Будем читать технику молодежи от 1937 года номер первый. И не просто читать. Знакомство мое с инженером Книгиным вышло почти случайно. Пришло письмо. Не в компьютер, настоящее в конверте. Мол, подсчитываю ваши вирши, дело делайте правильное, но пишите не точно. И предложение поделиться любопытными материалами о той эпохе. Ни телефона, ни электронной почты, только адрес Волгоград, переулок конструкторов. Приезжайте на выходных, буду рад. Что же, с некоторой опаской поехал. Старая, но крепкая сталинка, полутемный подъезд с запахом сырости. Дверь на третьем этаже, не железная, а по старинке обтянутая дерматином. Над кнопкой звонка медная табличка в зеленых разводах. Инж. Книгин. Давненько такого не видывал, что за музейные редкости. Открыл мужчина средних лет. Слегка растрепанный. Очки в толстой роговой оправе, синий лабораторный халат, рукава закатаны. Смотрит озабоченно, щурится. Я даже растерялся слегка. М. Господин Книгин. Хозяин квартиры посмотрел на конверт в моих руках и вдруг улыбнулся. Как-то совершенно по-детски, чуть ли не гагаринская улыбка. Да что за чертовщина. Ухватил меня за руку и потащил внутрь. Какой же я господин. Товарищ, можно просто Саша. Заходите, Ярослав. Не верил, что приедете. Квартира явно когда-то переделана из коммуналки. Высоченные потолки, забытые ныне антресоли. В коридоре под потолком, на стене, велосипед без цепи. Рядом почему-то одна лыжа и палки. Еще такие, с колесиком, на кожаных ремешках. Куда я попал? Инженер тянул дальше. В большой комнате посередине стол. А на нем больше всего походило на старый разобранный телевизор. Какие-то платы. Да что же это электронные лампы? Трубки? И повсюду подшивки старых газет и журналов. Вот известия. Там техника молодежи, наука и жизнь, даже крокодил. Что же, хотите поделиться материалами? Инженер, непонимающий, обернулся. Вы про журналы? Нет, это топливо. Не так, скорее карта. Для фокусировки аппарата. Из сбивчивого рассказа инженера я узнал, что его не закрыли уже лет 10 как. Теперь там торговый центр для состоятельных господ. Установка должна была оказаться на свалке. Занимался институт чуть ли с 50-х каким-то антителефоном, как у Эйнштейна. И что-то там про тахионы. Ничего путного не вышло, но выкинуть рука не поднялась. А тут стал распаивать какие-то катодные лампы, и вдруг контур замкнулся. Не знаю, что это означает. Да, по-моему, сам инженер был не особо уверен. Но аппарат вроде заработал. Не совсем машина времени, но что-то вроде. Принцип парности. Чтобы запустить аппарат, непременно нужны двое. Год всегда один и тот же, 1937-й. Как поменять, непонятно. И старые журналы вместо компаса. Вот это я попал. Сумасшедший. Как бы вежливо откланяться и домой. Будет урок, как кататься по приглашениям из почтовых конвертов. Тем временем инженер ловко подсунул под линзы аппарата ту самую технику молодежи и крутанул большой рубильник. Все вокруг моментально заволокло туманом, и мы куда-то ухнули. Где это мы? Какая-то гигантская площадь с фонтанами. Сотни стоек, из которых бьют веером струи воды. Откуда-то выплыло забытое словечко брызгало. За ними какой-то завод, цеха, целый город без единой заводской трубы. Что за дурная фантастика? Инженер крутил головой в полном восторге. Пришлось подергать его за рукав. Что происходит, товарищ Книгин? Вот опять. Откуда взялось этот товарищ? Верните нас обратно. Инженер повернул совершенно счастливое лицо. Не могу. Видите, аппарата нигде нет. Не беспокойтесь. Катодные трубки и так быстро остынут. У нас четверть часа, мне больше. Идемте скорее. Оставаться одному в неизвестности было неуютно, и я в полном раздрае поплелся за инженером. А тот широко шагал к цехам и будто самому себе вслух объяснял. Это не фонтаны, на фабрику подается миллиард кубов воды. Чтобы не расходовать зря при эксплуатации. Да-да, так и сказал эксплуатации, воду охлаждают брызгалами. Целое поле из брызгал. Кажется, я знаю, где мы. Гигантский комбинат? От трубы не чадят? Таких в Европе больше нет. Новейшее слово техники для 1937 года. Полностью электрический. Три десятка домен и мартенов. И все на электричестве. Снабжает этот целый промышленный город огромная гидростанция. Станцию помогали строить американские инженеры. А вот все следующие ГЭС по стране мы уже строили полностью сами на своих технологиях. Инженер торопит. Пойдемте скорее в цеха. Где вы такое увидите еще? Вот, смотрите, гигантский стан. В Европе таких больше нет. Непрерывная технология. А вот цех Слябинга, гигантские вертикальные валы, обжимают раскаленный брусок металла. Таких в мире всего три, и один наш, советский. Знаете, что самое поразительное? Оборудование для Слябинга тоже наше, советское. Гигантские электромоторы на 5000 лошадей. Смотрите, смотрите, гигантский раскаленный лист выходит из печи. На листе окалина нужно убрать ее. Читали, небось, модную байку, как глупые советские рабочие кидали на лист банные веники. Чтобы углеродом пережечь окалину. Ну-ка, посмотрим. Вдруг на стальной прокат начинают бить мощные струи воды. Инженер удовлетворенно кивает. 70 атмосфер. Никаких веников. Лист выходит блестящий, без всякой окалина. Инженер Книгин торопит меня. Скорее, скорее, катодные лампы наверняка почти остыли. Успеем посмотреть следующий цех. Это же уникальный завод инструментальных сталей. Мы забегаем в гигантский цех, опять раскаленные печи и брызги огненного металла. Выдает по 200 тысяч тонн высокосортных сталей. Это больше, чем вся Германия, в полтора раза больше Франции и вдвое больше Англии. Успеем посмотреть только еще одну часть комбината. Инженер тянет меня за собой и снова торопит. Смотрите, фабрика феррасплавов. Такое не делает почти никто в мире. Без них не выплавить высокосортных сталей. Феромарганцы забирают лишний кислород из расплава. Другие феррасплавы позволяют делать легированные стали. Калоши, говорите? Наши феррасплавы охотно покупала вся Европа. Только в 1937 году за рубеж отгружено несколько тысяч тонн советских феррасплавов. Выходим на улицу. Прекрасный вид на клумбы и стройные ряды молодых деревьев. Прямо на территории завода. Да он же только введен в строй. Поразительно. Товарищ Книгин, товарищ Книгин, что это за гигантский завод? Разве были такие у нас в Союзе? Я же, вот слышал ничего, кроме галош. А то, что было, построили американцы. Инженер снова широко по-гагарински улыбнулся. Разве не узнали? Ради него строилась Днепрогэс. Запорожский металлургический, крупнейший завод Европы, новое чудо света. Наш, советский. Я вдруг почувствовал, как вокруг нас снова сгущается белый туман. А инженер Книгин продолжал возбужденно говорить и говорить. Восемь тысяч электрических двигателей. Две с лишним сотни километров заводских путей. Да это в полтора раза больше, чем у трамваев Ленинграда. Миллиард советских рублей товарной продукции. Нас совсем заволокло белыми клубами, мощеная дорожка ушла из-под ног, и мы снова оказались в захламленной квартире инженера. Уф, вот это путешествие. Инженер что-то говорил, но я не слушал. Вот же, гигантский потрясающий подвиг всего советского народа. Результат могучего труда наших ученых, строителей, рабочих. Почему никто не рассказывает о великой технологической державе, СССР? Почему скажешь, 37-й год, и слышится эхом какие-то репрессии, репрессии, репрессии? Вот же, невиданный в мире комбинат. Натурально, космический корабль, приземлившийся на Землю. И это после тяжелейшей разрухи Первой мировой и гражданской. Насколько могучие были люди. Не сразу понял, что инженер протягивает не тот самый номер техники молодежи от 1937 года. «Возьмите журнал. Берите-берите, напишите про это. Пусть товарищи знают, как оно было. Непременно напишите». Домой добрался ведь погруженный в мысли. Очнулся уже за письменным столом. В руках пожелтевший от времени журнал и конверт с адресом. «Да было ли все это?» «Аппарат инженера, катодные лампы, удивительный металлургический комбинат». «Что за тени минувшего? Может, причудилось?» А впрочем, крутанул хвост старенькому компьютеру, открыл новый лист и принялся размеренно печатать. «Что это?» Советский завод, дававший стали больше целой Германии и Франции. Подвиг советских водолазов. «Самый длинный пароход в мире». «Невиданный морской поход советских моряков через половину шарика». «Удивительное изобретение наших инженеров, как собрать из двух плавучих судов одно». «О чем это я?» Инженера Книгина я застал в приподнятом настроении. «Все тот же синий лабораторный халат с закатанными рукавами. Вместо пуговиц старые просверленные монеты, советские пятачки. Только на этот раз на правой руке». «Что же это?» «Большой поцарапанный компас?» Инженер уже тянул меня в комнату к аппарату. Видно было, что ему не терпелось что-то показать. С доброй усмешкой он картинно пробасил. «Ну что, не испугайтесь морского черта, именно так, подчеркнуто окоя». В комнате из маленького приемника турист, да сколько же лет этой штуковине и до сих пор работает, разливалось давно позабытое. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал». «Неужели у нас такое передают в эфире?» Впрочем, не удивлюсь, если инженер засунул в корпус старенького приемника магнитофон, а то и какую-нибудь модную флешку с музыкой. На столах рядом со знакомым аппаратом разбросаны очередные подшивки журналов, что-то отчеркнуто карандашом, какие-то пометки на прикрепленных листочках. Прямо на подшивках наполовину законченная модель какого-то прохода. Нос и корма отдельно, их еще даже не брались соединить. Что опять за загадка? Инженер перехватил мой взгляд и объяснять не стал, наоборот, с лукавым прищуром запутал дело еще больше. Извольте видеть, самый большой в мире пароход. Корма в Севастополе, а нос в Константинополе. Ну ничего, сами увидите. Инженер опять ловко подсунул под стекла аппарата журнал «Огонек под номером 6» от 1937 года, и все вокруг заволокло каким-то сырым и соленым на вкус туманом с отчетливым запахом йода. Стало прохладно, свежо, туман понемногу рассеивался. Мы на какой-то качающейся платформе, вокруг невысокие свинцовые волны. Море! Движение стесняет тяжелый брезентовый или резиновый костюм. Прямо передо мной инженер Книгин поправляет роговые очки. На грудь и спину спускается медный нагрудник, как у рыцарей на турнирах. У меня такой же на плечах, тяжелый. Вокруг пояс и канат в пару пальцев толщиной. Хотел было спросить, куда же нас занесло, как на голову опустили здоровенный шлем с круглыми стеклянными иллюминаторами на болтах. И принялись закручивать. Кажется, придется нырять. С непривычки в старом водолазном костюме стало слегка неуютно. Впрочем, в шлеме раздался отлично различимый голос инженера. Нет, не радио. Кажется, звук шел прямо через шланг воздуховода. Ну как обновки? Не жмут? Держитесь, сейчас будем погружаться. Нас приподняли на блоках и медленно стали опускать в воду. Вот уже и свет скрылся над волнами. На расстоянии руки почти ничего не видно. Только махнула хвостом какая-то мелкая рыбка, и та скрылась из виду. Снова приглушенный передачей голос инженера. До дна не близко. 48 метров. Это 5 атмосфер сверху на наши головы. Без костюма не вздохнешь, да и в нем тяжеловато. Угадали, где мы? Нет? Ну слушайте, пока спускаемся. Сегодня забыли уже, что такое краснознаменный Эпрон. Создавал его еще Дзержинский после революции для поисков черного принца с золотыми фунтами. Принца не нашли, а вот уникальных водолазов и оборудование для подъема со дна кораблей создали. Макс Полиновский в том самом журнале 1937 года описывает, как своими глазами видел в Севастополе на ремонте огромной высотой с четырехэтажный дом пароход Харьков. Зрелище невиданное. Корма и нос держались на воде отдельно друг от друга. Как два разных корабля. Этот океанский пароход шел с грузами курсом на Лондон, Гамбург и Роттердам. Но понятно, мы же ничего не производили и зарубежнее продавали. На подходе к Стамбулу у мыса Карабурну пароход на полном ходу сел на мель. Так и повис середины корпуса на подводном хребте. Хуже того, разразился многодневный шторм. Нос и корму парохода болтало на воде, а середина билась о мель. Из-за шторма корабли не могли подойти близко и сдернуть Харьков с мели. К работе шторма добавился отсыревший от попавшей в трюмы воды груз. Трюмы с грузом расперло так, что перекосило борта и люки. Через неделю таких испытаний пароход разорвало пополам. Западная пресса в один голос кричала, что судно погибло. Никакие спасательные работы в тех местах невозможны, слишком опасно. И штормания утихнут еще долго. Вот как писали известные мореходы, англичане. Только русские могут с явным риском делать такую глупую попытку, как спасать в это время года возле Карабурну явно погибшее судно. Эпроновцы из Севастополя во главе с начальником водолазов товарищем Правдиным взялись вернуть пароход в строй. Работы у Анатолийских берегов оказались крайне опасными и тяжелыми. Водолазы иногда по восемь часов не поднимались на поверхность. Но в итоге каждая из половин парохода была превращена в отдельный почти корабль. Карма на буксире уехала в Севастополь, а нос пришлось поставить на ремонт в один из доков Стамбула. Тогда и родилась шутка про самый большой в мире пароход. От Севастополя до Константинополя. Это еще что, инженер Книгин по привычке попытался поправить очки на носу, но рука уткнулась в стекло водолазного шлема. Пароход восстановили по невиданному в мире методу. В сухом доке Севастополя идеально отцентровали две гигантских половины и сварили их в целый корабль. Через год спасенный Харьков совершит еще один подвиг. Нужно было буксировать гигантский плавучий док в шесть с половиной тысяч тонн через половину шарика. От Николаевского завода до Петропавловска-Камчатского. Да-да, где всегда полночь. Плавдок шел не один. Внутри дока ехали с комфортом катера, названные в честь наших летчиков Чкалов, Беляков и две лихтерные баржи. Путешествие для морских перевозок удивительное. Через три месяца пароход благополучно доставил док с кораблями на Камчатку. Почти половина экватора пройдена 11 тысяч морских миль. Утонувший у Стамбула пароход прошел с доком 10 морей и 2 океана. Весь мир рукоплескал подвигу советских моряков. Инженеру пришлось прервать рассказ, мы, наконец, опустились на дно и тросы ослабели. Можно осмотреться, ух, как тяжело преодолевать давление толщи воды и какие тяжеленные башмаки у водолазов с толстыми свинцовыми подошвами. Фонари выхватывают очертания какой-то стальной громадины на дне. Все густо обросло ракушками и водорослями, но это точно корабль. Инженер тянет меня к борту, пока другие водолазы разворачивают какое-то сложное оборудование. Мы у Севастополя, круглая бухта у Стрелецкого порта. Эпроновцы искали подлодку Краб и вдруг нашли этот корабль. Ни по каким документам быть его здесь не должно. Разобрались, только когда вскрыли корабельный сейф. Из сильно попорченных водой документов выяснилось, что это болгарский пароход Борис возил помощь буржуев-белогвардейцам. По морской науке поднять пароход было невозможно. Он лежал не на песке, а на твердых скалах. Промыть обычным способом проходы под ним и завести туда понтоны невозможно. Но советские водолазы берутся преодолеть и это. Инженер показывает, чтобы я прикрыл ладонью глаза. И правда, у борта Бориса засверкала электросварка. Сварка под водой. Поразительно. Отчего водолазов не бьет током от электродов? Зря прогуливал физику в школе. Не так ярко, конечно, как на суше, но смотреть больно. Наши водолазы приваривают к бортам парохода гигантские проушины, за которые его подцепят понтонами. Такого еще никто не делал. Получится ли? Вот понтоны наполняют воздухом, и пароход закачался, как в гигантской люльке. Удалось. Пароход подняли через 16 лет на дне. После ремонта он войдет в строй, как еще одна плавучая. Да-да, я не ошибся, тогда говорили и писали через букву О. База советских водолазов. Стекло шлема вдруг стало сильно потеть и подернулось дымкой. Эй, я же так ничего не увижу и не протереть никак. Но нет, это не испарено. Туман быстро сгущался вокруг. Понятно, катодные трубки остыли, путешествие на дно подходит к концу. Скоро мы с инженером Книгиным опять стояли в его квартире у потрескивающего аппарата. На модель разорванного пополам парохода я уже смотрел, как на старого знакомого. А со шкафа продолжал надрываться старенький приемник. Эй, на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому возьмем бочонок Рому, ему не устоять. Полное аудиоиздание, а также электронная и печатная версия книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru Субтитры создавал DimaTorzok